Здравствуйте, друзья! К нам в руки попал очень интересный и специфический процессор Core i3-8350K. Чем он необычен и как смотрится на фоне конкурентов, об этом и не только будет наш рассказ. Для начала мы познакомимся с самим процессором и его позиционированием, обозначим конфигурации стендов всех оппонентов, проведём тестирование в номинале, разгоним и повторим тесты. В конце подведём итоги. Более подробные тайм-коды есть в описании. Популярность серии Core i3 восьмого поколения в основном держится на модели i3-8100, которая в среднем за 120 долларов предлагает полноценный 4-ядерный процессор с частотой 3,6 ГГц. Если доложить ориентировочно 40 долларов, то можно взять i3-8300, у которого частота всего на 100 МГц выше, и видеоядро пошустрее. А за Core i3-8350K придётся выложить в среднем 180 долларов. Хотя тут уже возникает дилемма, поскольку добавив ещё двадцатку, можно взять шестиядерный i5-8400. Чем же интересен 8350K и почему он так далеко ушёл от 8100? В первую очередь его базовая частота на 400 МГц выше, то есть в номинале получаем 4 ГГц. Но главное, что множитель у него разблокирован, а это открывает дорогу для разгонных экспериментов. К тому же тепловой пакет повышен с 65 до 91 Вт. Во-вторых, кэш-памяти L3 у него на 2 МБ больше. Ну и в-третьих, можно вспомнить о более производительном видеоядре, если кому-то оно будет интересным. В итоге i3-8350K рассчитан на любителей разгонных экспериментов, геймеров, трейдеров, научных сотрудников и других профессионалов, для которых важна именно высокая производительность в однопоточном режиме, а не наличие большого числа ядер. Для тестирования компания Brain любезно предоставила нам обычный розничный вариант процессора Core i3-8350K, который поставляется в комплекте с документацией и наклейкой. Систему охлаждения придётся покупать отдельно, что вполне оправдано для модели с разгонным потенциалом, но ещё больше удорожает систему. При запуске стресс-теста он без проблем взял номинальную скорость в 4 ГГц. При этом данная частота является стабильной и постоянной, независимо от количества задействованных ядер. У того же Core i5-8400, например, базовая скорость составляет 2,8 ГГц, а динамическая меняется в зависимости от количества ядер. 3,8 ГГц для 6, 3,9 ГГц для 4 и 2, и 4 ГГц только для одного. Распределение кэш-памяти L1 и L2 у Core i3-8350K и других представителей этой серии аналогично. А вот L3 имеем 8 МБ или по 2 МБ на ядро вместо 1,5 у младших моделей. К тому же используется 16 каналов ассоциативности вместо 12, что также должно внести свою лепту в улучшение производительности. Контроллер оперативной памяти гарантированно поддерживает работу модулей стандарта DDR4-2400 в двухканальном режиме, хотя представители серии Core i5 и i7 могут функционировать в паре с памятью DDR4-2666. Но при желании эту разницу можно наверстать с помощью разгона. Тем более покупать такой процессор с материнской платы на младших чипсетах никто не будет. А если вы решите использовать процессор без видеокарты, то в вашем распоряжении будет встроенное графическое ядро UHD Graphics 630 с базовой частотой 350 МГц и динамическим разгоном до 1150 МГц. Неофициальные источники указывают на наличие в его структуре 23 исполнительных блоков вместо 24 у старших моделей серии Core i5 и i7. Если вас интересует производительность iGPU в играх, то она будет чуть выше, чем у Core i3-8100. Ссылка на видео есть в описании. Внутренних конкурентов для тестовой модели мы уже обозначили. Первый из них это Core i3-8100, был любезно предоставлен магазином MyYo UA. Тут те же 4 ядра с постоянной частотой 3,6 ГГц и, как отмечено ранее, с меньшим на 2 МБ кэшем третьего уровня при стандартном тепловом пакете и возможности использовать бокс-кулер. Второй реальный оппонент – 6-ядерник Core i5-8400 с реальной рабочей частотой на уровне 3,8-3,9 ГГц в зависимости от выполняемых задач. Хотя базовая заявлена как 2,8 ГГц. На роль внешнего оппонента мы пригласили недавно протестированного 6-ядерника Ryzen 5 2600, который в среднем предлагается за 215 долларов. Конечно, это не прямой конкурент. Оптимальнее бы смотрелся 4-ядерный Ryzen 5 1500X за 155 долларов или его будущий сменщик Ryzen 5 2500X. Но для наглядности будет интересно и так. Тестовые стенды не изменились. Представитель семейства Ryzen работал на базе пресс-набора, включающего в себя материнскую плату от MSI и 16-гигабайтный комплект УЗУ от G-Skill. За обработку графики отвечала видеокарта от Inno 3D серии GTX 1080. Операционной системой требовательной к дисковой подсистеме игры были установлены на SSD от Goodram. Всё это было собрано в корпусе от Thermaltake и питалось блоком серии Seasonic Prime. В случае представителей Intel использовалась материнская плата серии Asus ROG Strix на Z370 чипсете и кулер от Thermalright. Остальная конфигурация у них одинаковая. Захват видео происходил с помощью внешней системы с Avermedia LiveGamer HD 2, а для мониторинга применялась утилита FPS Monitor. По традиции тестовую сессию начнём с синтетики. Скорость работы с оперативной памятью VAIDA64 у обоих шестиядерников находится на приблизительно одинаковом уровне. i5 обходит тестовую модель на 9-12%, а преимущество Ryzen вырастает до 19-25. Всё логично, ведь они работают в паре с более быстрой ОЗУ. Зато по скорости доступа к памяти 8350K выходит на чистое второе место, уступая лишь шестиядерному i5 и оставляя далеко позади Ryzen 5. Задержки при работе с кэшем L1 и L2 у всех процессоров практически одинаковые. А по L3 лидерство захватывает представители AMD. Самым быстрым по скорости работы с кэшем среди представителей Intel прогнозируемо оказался i5-8400. В среднем его преимущество над 8350K достигает 32%. В свою очередь тестовая модель на 17% опережает i3-8100. Ну а Ryzen выглядит лучшим из этого квартета по скорости работы с L2 и L3. При работе с архивами в 7-zip всё прогнозируемо. Тестовый i3 смог обогнать лишь своего младшего брата на 12-16%. Остальные оппоненты оказались быстрее за счёт ядер, потоков и памяти. В Cinebench R15 между i5-8400 и i3-8350K лежит пропасть в 43% при оценке производительности процессорной части. В режиме OpenGL разница уменьшается до 2%. В бенчмарке Corona с громадным отрывом побеждает Ryzen 5. С рендерингом сцены он справился в 2 раза быстрее, чем в 8350K. При кодировании видео в X265 HD Benchmark Ryzen 5 также вышел победителем, правда ему на виртуальной пятке наступает i5. В битве четырёх ядерников победила более быстрая модель с преимуществом в 11%. В RealBench тестовый i3 был вне конкуренции лишь при обработке фото в редакторе GIMP, который плохо знаком с многопоточностью. В остальных задачах он проигрывает шестиядерным оппонентам, поэтому в итоге занимает лишь третье место в общем зачёте. В целом по синтетике результаты вполне прогнозируемые. Core i3-8350K в среднем на 9% обходит i3-8100. В свою очередь оба шестиядерника выглядят лучше тестируемой новинки. А вот что вас ждёт в играх. World of Tense and Core Core i3-8350K слегка не дотянул до показателей i5. Разница лежит в пределах от 3 до 23%. Остальные оппоненты не смогли составить конкуренции этой парочке. В Rainbow Six Siege уже не всё так просто. Нет, лидерство по-прежнему удерживает i5, тут без вопросов. А вот за второе место схлестнулись 8350K и Ryzen 5. И лишь i3-8100 стоит в сторонке и не лезет на амбразуру. В битве частоты против многопоточности в тесте Deus X Mankind Divided опять побеждает многопоточность, поскольку i5 не позволил тестовой модели отпраздновать победу. В свою очередь она взяла сатисфакцию у Ryzen, опередив его на 16-21%. Зато фанаты красных могут самозабвенно праздновать победу своего любимца над многочисленными синими конкурентами в Watch Dogs 2. Лишь по среднему показателю i5-8400 смог опередить Ryzen 5, но в остальном он лучше. Core i3-8350K не смог ничего противопоставить лидеру, поэтому решил помучать младшего собрата. Интересная ситуация наблюдается в бенчмарке Assassin's Creed Origins. Лучше всех себя проявил i5, а вот за ним опять склоки и неразбериха. Ryzen 5 выглядит лучше i3-8350K по средней скорости, зато проигрывает по статистике редких и очень редких событий. И в последнем игровом бенчмарке Far Cry 5 эти же процессоры шли ноздря в ноздрю, хвост-хвост, но победу в таком междусобойщике удалось вырвать тестовой новинке. Лидерство удержал Core i5, а i3-8100 сделал вид, что он пришел за компанию поучаствовать и победа его особо не интересует. Подведем итоги первой части. В борьбе 4-х ядерников закономерное преимущество в 10-20% осталось за i3-8350K. В свою очередь i5-8400 доказывает, что в номинальном режиме геймерам лучше доплатить за 6 ядер, получив бонус производительности в 20-24%. В сравнении с Ryzen 5 2600, 4-х ядерный 8350K все же вышел победителем. Разница находится в пределах 2-11%. Но в тяжелых играх с открытым миром и оптимизацией под многопоточность, именно представитель AMD будет выглядеть поинтереснее. Вторая часть тестирования будет еще интереснее, ведь лишь у половины процессоров разблокирован множитель и они поддаются разгону. Вообще разгон это всегда некая лотерея, но в данном случае нам повезло, хотя лучше бы повезло в настоящую лотерею. Камешек действительно попался что надо, поэтому под хорошим охлаждением нам удалось разогнать его до 5 ГГц. Хоть это далеко и не предел, но цифра красивая и дальше искушать судьбу не хотелось. У коллег по цеху мы видели результаты в 4,5-4,8 ГГц, а на HWBot рекорд составляет 5,8 ГГц. В процессе оверклокинга множитель был повышен до 50, а напряжение CPU Core Voltage Override в ручном режиме поднято до 1,36 В. Заодно с помощью активации XMP профиля частоту модулей ОЗО повысили с 2400 до 3466 МГц. Система после перезагрузки работала стабильно. Температура процессора не поднималась выше 77 градусов при критическом показателе в сотню. Остальные представители Intel в этом тесте лишены разгонного потенциала. Этим пациентам мы смогли лишь помочь путем поднятия частоты оперативной памяти до тех же 3466 МГц. В свою очередь Ryzen 5 2600 удалось ускорить до 4150 МГц. После этого система без проблем проходила стресс-тесты, хотя мониторинг температур ядер всё ещё некорректный. Память заработала на частоте 3,4 ГГц с помощью того же XMP профиля. Разгон Core i3-8350K не прошёл зря и уже в синтетике нас ждали приятные сюрпризы. Но вы ведь и сами уже обо всём догадались. Если в номинальном режиме в AIDA 64 шестиядерники обходили тестовую модель минимум на 9% за счёт более высокой частоты ОЗУ, то теперь ситуация выровнялась и местами даже 8350K наказывает своих оппонентов. А по уровню задержки доступа к оперативной памяти и кэшу L1 и L2 он и вовсе вышел на первое место. И лишь по скорости доступа к L3 его опережает Ryzen. Тестовая новинка наращивает своё преимущество и при работе с кэш-памятью. Отрыв от i3-8100 уже превышает 33%. В свою очередь i5 опережает её на 16%, хотя в первой части было 32%. Представитель AMD опять вне конкуренции по скорости работы с кэш-памятью L2 и L3. Разгон позволил 8350K приблизиться к шестиядерному i5 на расстояние 14-15% в тесте 7-zip и на 37-38% оторваться от младшего собрата. А вот Ryzen 5 всё ещё вне зоны прямой досягаемости. Как мороженое в летний зной, тает разница между i5-8400 и i3-8350K в режиме CPU, бенчмарка Cinebench R15. В номинале там были непреодолимые 43%, а сейчас уже 18%. Зато в режиме OpenGL тестовые новинки не было равных. В X265 HD бенчмарк Ryzen 5 всё же удержал лидерство, а i3-8350K существенно сократил отставание от i5, хотя догнать его не смог. Благодаря непревзойдённому результату в тесте по обработке фото и достойным показателям в остальных режимах, RealBench поставил 8350K на второе место. Первым с отрывом в 14% финишировал Ryzen 5, а третьим оказался i5-8400. Хотя тестовая новинка обходит его лишь на 2%. Что же поменялось после разгона? Отрыв i3-8350K от младшего собрата вырос с 9% до 27%, а гандикап i5-го наоборот снизился с 24% до 4%. Даже Ryzen 5 ощутил высокий разгон i3-го, его преимущество сократилось с 39% до 22%. Не менее интересная ситуация выглядит и в играх. Rainbow Six Siege присудил пальму первенства Core i5. В свою очередь 8350K в целом был лучше Ryzen на 10-15%. И только по показателю 1% лоу представитель красных оказался слегка впереди. Показательная экзекуция оппонентов со стороны 8350K прошла в Deus Ex Mankind Divided. i5-8400 поначалу пытался что-то противопоставить лидеру, но потом сдался. Остальные конкуренты сразу поняли, что тут ловить им нечего, поэтому особо и не сопротивлялись. Битва за трон продолжилась и в Assassin's Creed Origins. И по всем канонам жанра опять получаем смену лидера. i5-8400 оказался впереди 8350K на 6-18%. Ryzen 5 неплохо смотрится по средней скорости, но поднять статистику редких и очень редких событий сил у него не хватило. Окончательно запутаться помог бенчмарк Far Cry 5, в котором по двум показателям лидирует тестовый i3, а по очень редким событиям не было равных i5-8400. В свою очередь Ryzen 5 с переменным успехом танцевал с i3-8100. В итоге без статистики не разобраться. Разгон однозначно пошёл на пользу процессору 8350K. Его показатели выросли на 25-31%. Это позволило ему катком проехаться по своему 4-ядерному собрату, опередив его на 19-29%. Конечно, i5-8400 оказался лучше даже ускоренного 4-ядерника, но на 3-7%. Согласитесь, это уже гораздо приятнее по сравнению с внушительными 24% полученными в номинальном режиме. А теперь время собирать помидоры, хотя мы всё же надеемся на лайки. Итак, в номинальном режиме Core i3-8350K особого интереса для обычного пользователя не представляет. В синтетике он лишь на 9% лучше i3-8100, хотя в ценовом плане их разделяет около 50%. Для игр же лучше подходит чуть более дорогой 6-ядерный i5-8400. Но ситуация преображается после хорошего разгона. В играх и синтетике преимущество i5 сокращается до 3-7% в среднем. Но чем хуже приложение задействует много потоков, тем эффективнее себя показывает i3-8350K и в некоторых случаях оказывается существенно быстрее. Например, в том же GIMP 4-ядерник вырывается вперёд на 37%. Поэтому если вы обладаете полным набором оверклокера, то в ряде задач эта модель сможет вас порадовать. В любом случае i3-8350K это процессор не для всех, а лишь для поклонников разгона или тех, кому действительно важна стабильно высокая производительность на ядро, которую можно улучшить за счёт оверклокинга. Обычным нетребовательным пользователям хватит и i3-8100, а более искушённым геймерам рекомендуем i5-8400 или близкие по стоимости Ryzen. Всё же будущее за ядрами и потоками. На этом разрешите откланяться. Ваши комментарии и лайки приветствуются. Делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик, ведь стараемся регулярно радовать вас новыми интересными видео. Всего вам хорошего и до новых встреч!